Привет, я Электро. Я пока учусь и задаю много вопросов. Медиафрейминг – это ракурс подачи информации, который оказывает влияние на ее восприятие, интерпретацию и играет важную роль в формировании общественных мнений и понимании событий и проблем. В современном обществе остро стоит проблема доступа к информации и способам ее верификации. Фейк. Не фейк. Потребитель контента может не иметь специфических методов, как обращаться с той или иной информацией, как ее проверить и стоит ли ей делиться дальше со своим сообществом. Ввиду этого внутри такого направления, как медиафрейминг, занимающийся технологиями подачи информации, встают важные прикладные и исследовательские задачи. На какую информацию и как реагирует потребитель? Что проходит более глубокую переработку и, следовательно, надежнее останется в памяти? Что такое медиафрейминг? Понятие фрейминга в целом можно отнести не только к медиа, но и к межличностной коммуникации. Мы с вами в нашем разговоре можем использовать фрейминг, когда создаем сообщение с заведомо манипулятивной целью. Например, утаиваем какую-то часть информации или даже подчеркиваем какую-то информацию средствами языка или интонационно. Медиафрейминг в любом случае направлен на то, чтобы донести определенную часть сообщения и другую часть сообщения скрыть. Для чего нужен медиафрейминг? Какая от него польза человеку? Тут зависит от воспринимающей стороны, потому что если вы стоите по ту сторону пиара, например, вы работаете в маркетинге или в пиаре, тогда медиафрейминг вам, конечно же, на руку, потому что вы можете создавать сообщения, которые будут убеждать людей в обход их воли или где-то даже в обход их сознания, например, приобретать какую-то услугу или какой-то продукт. Но для людей, которые являются аудиторией сообщения, которые содержат медиафрейминг, возможно, это не очень хорошо, потому что пока мы еще не научились различать такие манипулятивные средства и такие сообщения и не умеем правильно к ним относиться. То есть мы можем принять это на веру и можем последовать этому, опять же, помимо своей воли или помимо своего желания. Дело в том, что однородность восприятия нарушения социальных норм – это очень важно, поскольку это залог единой реакции общества. Когда люди по-разному реагируют на одно и то же очевидное, где-то даже вопиющее нарушение, то это приводит к тому, что наказания могут быть несимметричны этому проступку. То есть общественная оценка нарушения норм очень важна. Вместе с тем она не так однородна, как хотелось бы, и мы встречаем очень много отклонений. Например, даже есть исследования, когда одно и то же нарушение норм на родном для человека языке будет восприниматься намного жестче, чем нарушение норм точно такой же на иностранном языке. Это неправильно, потому что там, где есть неоднородная реакция, есть простор для манипуляций. Какие существуют методы оценки степени усвоения социальных норм? Помимо того, что мы можем спрашивать нашего испытуемого напрямую, например, предлагать ему какие-либо ситуации, виньетки, содержащие информацию о нарушениях социальных норм, и спрашивать, хотел бы он вмешаться в какую-то ситуацию или привнести какое-то возможное наказание по отношению к нарушителю, мы можем также регистрировать центральную активацию его сигналы мозга и периферические электрические сигналы, например, электрическую активность кожи или расширение и сужение зрачка. Одним из центральных сигналов, которые мы можем зарегистрировать в мозге, является вызванный потенциал N400, где N говорит про негативную волну, и 400 обозначает, что пик этой волны приходится на 400 миллисекунд после предъявления какого-либо события. Этот вызванный потенциал возникает, когда мы обрабатываем семантическую информацию, и в частности, когда эта информация является неконгруентной, например, не соответствующей нашим ожиданиям. Также существуют и другие потенциалы, которые мы можем использовать, пытаясь изучить, как именно наши испытуемые реагируют на нарушения социальных норм, например, негативность рассогласования. Комбинируя эти методы, поведенческие и нейрофизиологические, наблюдая, как испытуемый будет реагировать на нарушения социальных норм знакомым или незнакомым индивидам, группой или же одним человеком, мы можем определить степень усвоения и следования социальной нормы. Как психологические характеристики могут помочь предсказать адаптацию человека к новым рамкам и правилам? Одним из самых значимых факторов, будет ли человек следовать какой-либо социальной норме, распространенной в группе, является тот факт, является ли для него членство в этой группе значимым, важно ли ему оставаться членом этой группы и получать одобрение членов этой группы. В этом случае, если какое-либо поведение распространено в группе и все члены этой группы ему следуют, человек, стремясь уподобить себя членом этой группы, будет повторять это поведение и тем самым, например, поддерживать какую-либо социальную норму. В 2020-2021 годах мы проводили серию экспериментов, пытаясь изучить, как факторы индивидуальных различий, например, такие, как личностные черты, индивидуальная способность кооперации и склонность следовать мнению группы и подчиняться мнению группы, могут влиять на усвоение новой социальной нормы. И мы исследовали это на примере нормы ношения масок в период пандемии COVID-19. Мы обнаружили, что несколько личностных черт являются активными предикторами того, насколько человек будет активно следовать новой социальной норме. Так, например, человек с высоким коэффициентом такой черты, как эмпатическая забота, скорее более активно приспосабливался к новой социальной норме и выказывал определенную степень согласия с этой нормой. В то время как, если у человека были высокие баллы по шкале психопатии, которая является частью темной триады, мы обнаруживали негативную взаимосвязь между его склонностью усваивать новую социальную норму, исследовать ей, в частности, носить маски в период пандемии COVID-19 в публичных местах и его показателям по шкале психопатии. При этом в последующей серии экспериментов, которые мы проводили уже в лаборатории, после того, как закончился период локдауна, и наши испытуемые смогли свободно посещать лаборатории, мы изучали электрическую активность мозга и пытались опоставить, какие же реакции предсказывают поведение людей, когда они видят других индивидов в маске или без маски в определенных ситуациях. Например, там, где ношение маски было рекомендовано, запрещалось не носить маску или же, наоборот, разрешалось не носить маску. То есть создавались определенного рода конкурентные и неконкурентные ситуации. Мы обнаружили, что все-таки абсолютная норма носить маску в публичных и общественных местах, чтобы предотвратить заражение или не заразиться самому, была все-таки не достигнута в нашем небольшом сообществе. Даже когда индивид видел фотографию другого человека в маске в лабораторных условиях и смотрел на описание ситуации, следовало ли бы носить маску или нет, например, было ли это в публичном месте, в общественном месте или же где-то в домашних условиях, мы наблюдали, что для людей все равно данная ситуация являлась триггером негативности рассогласования. Как если бы для человека все еще было непривычным наблюдать людей, которые следуют такой специфической социальной норме. В зависимости от методологии, например, если нам интересно поведение отдельных индивидов или определенных групп, могут использоваться даже онлайн-опросники и специфические эксперименты, которые мы называем экономическими играми. Это определенные запрограммированные ситуации, где участники обычно обмениваются определенным числом финансовых ресурсов, и этот обмен может свидетельствовать о их способности к кооперации или же, наоборот, к соперничеству. Когда такого рода обмен происходит на уровне группы, мы можем увидеть, уподобляет ли свое поведение один индивид целой группе, например, наблюдая, что все отчисляют какой-то процент своего бюджета в общий банк, делает ли он то же самое или же предпочитает этого не делать, отдаляться от социальной группы и как будто бы не поддерживать подобного рода социальную норму. В наших лабораториях, где мы должны записывать нейрональные данные, как центральную активацию, так и периферическую активацию от наших участников, мы вынуждены использовать очень часто онлайн-парадигмы. Таким образом, наше испытуемое получает возможность посетить лабораторию, мы получаем возможность записать данные высокого качества о активации их мозга, и ситуация представлена им в форме онлайн-игр или предзаписанных материалов. Разумеется, наиболее точные данные можно было бы получить, если бы мы могли проводить достаточно масштабные полевые эксперименты, так называемые полевые эксперименты. В этом случае мы бы приглашали большое количество участников, которые могли бы одновременно наблюдать, как другие испытуемые пришли в лабораторию, выполняют какие-либо задачи или же вовлечены в непосредственное взаимодействие с ними. Но, к сожалению, определенные ограничения, которые накладываются нейрофизиологическими экспериментами, не позволяют нам приглашать достаточно большие группы для того, чтобы более экологически валидно оценить их определенные поведенческие установки. Поэтому в ходе проведения экспериментов приходится вводить дополнительные контрольные условия. Например, проверять, насколько высока социальная желательность у каждого участника. Так уже было показано, что даже уже присутствие экспериментатора в лаборатории может завышать результаты у отдельного испытуемого. Он как будто бы хочет представить себя в лучшем свете по отношению к экспериментатору, который тем или иным способом наблюдает за происходящей ситуацией. И это может искажать, в особенности, его социальное поведение. Но в некоторых случаях и даже улучшать его когнитивные результаты. После сбора поведенческих и нейрональных результатов на уровне группы от каждого отдельного участника мы принимаем решение о комплексных выводах, как сравнивая различные условия, например, кооперации и исследования социальной нормы или предъявления ситуации нарушения социальной нормы, как группа реагирует на данные конкретные нарушения. Мы не можем по этим результатам предсказать поведение каждого конкретного участника, который принял участие в нашем лабораторном эксперименте, но на уровне группы мы можем сделать вывод о тенденции. Что мы видим как общую тенденцию в отношении поведения, насколько характерно влияние той или иной личностной черты по отношению к тому, насколько человек будет следовать социальной норме, или же наоборот, насколько, например, влияние экспериментатора или же каких-то внешних условий может быть значимым для того, чтобы исказить склонность следовать социальной норме. Для больших массивов данных, например, когда мы собираем данные не только о отдельных группах участников, но и сравниваем какие-либо кросс-культурные показатели, набираем данные в разных университетах, в разных городах, а иногда даже в разных странах, мы можем также использовать и методы машинного обучения для обработки данных. Так это позволяет выделить дополнительные скрытые закономерности, что может вывести на новый уровень те выводы, которые мы делаем о изучении социальных процессов и, в частности, процесс исследования социальных норм. Так, в экспериментах Эрнста Фера было показано, что в любой подгруппе в различных кросс-культурных условиях выделяются три группы участников, так называемые безусловно кооперирующие, то есть те, которые всегда следуют социальной норме и интересам группы, условно кооперирующие, те, кто принимают решение, ориентируясь на самых ярких участников, кто, кажется, по их мнению представляет большинство, и отклоняющие кооперацию – условные эгоисты, которые никогда не следуют интересам группы, но стараются защитить свои интересы. Как эти данные можно применить? Полученные данные активно реализуются при применении подхода наджинга или подталкивания. Подход подталкивания предполагает, что мы можем организовать такое поведенческое воздействие, чтобы склонить человека к тому, чтобы он выбрал определенную линию поведения, затрачивая на это минимальное количество ресурсов. Ситуация выбора для человека, принимающего решение, оформляется таким образом, что игнорировать какое-либо воздействие, которое мы бы не хотели, чтобы этот человек выбрал для своего последующего решения, будет гораздо проще и дешевле, и не затрачивать никаких либо его личных ресурсов по сравнению с тем действием, которое мы хотели бы, чтобы он выбрал в данной ситуации. В частности, подход наджинга предполагает, что мы не устанавливаем прямых запретов на совершение каких-либо действий. В этом случае условия принятия решения задаются таким образом, что человеку гораздо проще принять интересующее нас решение, чем потратить свое время или определенные усилия для того, чтобы выбрать ту опцию, которую он выбирал раньше и от которой мы пытаемся его ограничить. Например, для того, чтобы понизить количество потребляемой соли в ресторанах, было применено следующее правило. Убрать солонки со столов, но при этом никто не запрещал посетителям обращаться к официанту и просить либо посолить блюдо на кухне, либо принести солонку. И данные показали, что в этой ситуации такого рода ограничения потребления соли успешно повлияли на количество потребляемой соли посетителями. Изучая, какие факторы положительно влияют на принятие социальных норм и на их высокую оценку, можно формировать оптимальные стратегии принятия решений. Чем полезны эти данные для научного сообщества и для тех, кто принимает решения? Для научного сообщества эти данные полезны тем, что мы расширяем представление о том, как устроено просоциальное поведение, каковы механизмы альтруизма, по каким причинам люди предпочитают помогать тем, кого знают, и даже тратить свои ресурсы для того, чтобы помогать незнакомцам. Ведь экспериментальные данные показывают, что изменение даже, казалось бы, несущественных, незначительных деталей ситуации принятия решений может существенно исказить результаты. Так, например, Крюгер и Коффман исследователи социального наказания, механизмы, которые позволяют поддерживать социальную норму в малых и больших группах путем наложения санкций для тех, кто нарушает эту норму и продолжает демонстрировать какое-либо неподобающее поведение, показали, что изменение такой ситуации, как принятие судебного решения, казалось бы, независимым наблюдателем, то есть судьей, который оценивает факты, которые представлены прокурором и адвокатом, может существенно искажаться за счет подачи эмоциональной информации. В частности, направляя выражение эмоций потерпевшего, пострадавшего, его свидетелей, и тем самым в какой-то степени актуализируя эту ситуацию и заставляя с ней импотировать сильнее участников и в том числе самого себя, судеб может бессознательно использовать механизмы так называемого социального наказания второй стороной или аффективного наказания, когда человек чувствует себя пострадавшим, что считает, что его ресурсы были потрачены в этой ситуации и тем самым испытывает вполне себе заслуженные эмоции от этой ситуации и жаждет наказать обидчика. В то время как в этой ситуации требуется независимое рациональное решение и, можно сказать, некая холодная голова, которая бы позволила принять взвешенные и независимые решения, основываясь только на фактах. Эти данные о том, как эмоциональная сторона может повлиять на степень наказания какого-либо, возможно, существенного нарушения социальной нормы, выходят за рамки лабораторных ситуаций. Криминалисты неоднократно упоминают о существовании так называемого феномена суда. В частности, на примере судебной системы США мы наблюдаем, что приговоры, которые выносятся судьями сразу после признания подсудимым вины, являются менее суровыми, чем после прохождения полного процесса судебного заседания, где заслушиваются все стороны, приглашаются свидетели и представляются описания каких-либо фактов. То есть, в какой-то степени дополнительная эмоциональная оценка этой ситуации может бессознательно повлиять на решение судьи сделать приговор более суровым. Эти закономерности при этом подтверждаются даже если мы контролируем такие факторы, как состав преступления или наличие или отсутствие рецидивов у преступника. Изучая, как взаимодействуют эмоциональные и рациональные компоненты принятия решений в таких ситуациях, как нарушение социальных норм, восприятие подобных ситуаций и необходимость совершения каких-то действий, и также нейрональные основы этих процессов, мы можем получить данные, которые позволят существенно оптимизировать стратегии принятия таких решений. Какие выводы можно сделать на основе этих данных? Такие исследования очень важны, потому что тот объем и та сложность информационных сообщений, с которыми сегодня сталкиваются люди, она беспрецедентна. Такого не было никогда в истории. И, конечно же, мы еще не выработали достаточное количество механизмов адаптации, достаточное количество механизмов, которые позволят нам быстро и ясно обрабатывать информационные сообщения, видеть манипуляции, различать их, делать свои обоснованные умозаключения и выводы. Поэтому изучать то, как мы воспринимаем информацию, как мы ее обрабатываем, какие делаем из этого выводы, это очень важно, потому что это позволит нам выработать механизмы противостояния манипуляциям. Расскажите, как появилась идея сделать серию видеоподкастов. Она родилась на круглом столе, который проходил в период апрельской конференции, на котором наши молодые ученые в режиме некоторого соревнования представляли результаты своих исследований, и мы в них увидели, во-первых, огромные талантища, не побоюсь этого слова, во-вторых, мы увидели уже сформировавшихся популяризаторов современной науки. Расскажите, как появилась я, электро? Компьютерные технологии и их образы уже неотделимы от нас, от нашей работы и повседневной жизни. Ты олицетворяешь собой одновременно искусственный интеллект и потенциал человека. Оба они постоянно развиваются и совершенствуются. Твоим прообразом стал логотип нашего центра комплексных исследований человеческого потенциала. Мы тебя оживили и сделали похожим на человека. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok